Коллеги, добрый день еще раз. Приветствую вас на своем вебинаре, посвященном использовании инструментов бизнес-интеллиженс в закупочной деятельности предприятия. Меня зовут Алена Русецкая, я консультант-аналитик компании BI-Consult в город Санкт-Петербург. Более 10 лет мы занимаемся разработками бизнес-аналитических систем на платформе Клик. Тема сегодняшнего вебинара будет интересна всем, кто участвует в управлении закупками, руководит производственными бизнес-процессами на предприятии, осуществляет бюджетный контроль, а также всем, кто интересуется аналитикой и бизнес-аналитикой биосистемами в частности. Цель сегодняшнего вебинара понять, как с помощью инструмента Кликсенс можно повысить эффективность управления закупками. В рамках сегодняшней встречи на демо-примере Кликсенс мы разберем три вопроса. Контроль исполнения бюджетов, мониторинг заявочной компании и контроль остатков товара материальных ценностей или запасов. Решая первую задачу, мы постараемся найти ответы на следующие вопросы. Насколько освоен бюджет? Каково отклонение по статьям и по каким статьям имеет место отклонение? Какой темп освоения бюджета набран? И какой прогноз можно дать? Мы знаем, что важной одновременно непростой задачей управления деятельностью предприятия является контроль закупки и расходования материальных ресурсов. При этом неотъемливая составляющая этого процесса это контроль соблюдения лимитов. Это наши ключевые показатели, которые ограничивают стоимость материально-технических ресурсов, заказанных непосредственно заявителями. Это нашими структурными подразделениями, какими-то цехами, отделами, службами предприятия. При этом лимиты затрат соответствуют тем или иным статьям бюджета предприятия, по которым осуществляется расход этих материально-технических ресурсов. Причем бюджеты формируются в разрезе мест возникновения затрат. Обратимся к нашему демо-примеру. Это аналитическое приложение, созданное на платформе Кликсенс. Первая вкладка представляет собой аналитическую сводку степени освоения бюджета предприятия в целом и в разрезе двух основных направлений. Капитальных затрат Капикс и операционных затрат Копикс. Соответственно, это два наших бюджета, которые мы будем контролировать. Данная информация представлена в виде графических объектов, датчиков, каждый из которых показывает, насколько освоен бюджет на текущую дату. В нашем примере отчетной даты является 23 сентября. Совокупный бюджет на эту дату освоен, как мы видим, почти на 70%. При этом Капикс на 57%, а бюджет операционных затрат выбран на 75%. При необходимости оценить освоение бюджета за определенный интервал времени либо на какую-то произвольную дату. Достаточно воспользоваться календарем и выбрать интересующий нас период, либо дату. В нашем случае мы можем воспользоваться нашими графиками, выбирая те или иные периоды. Например, мы можем выбрать 3 летних месяца. Мы их выбираем. Они подсвечиваются ярким цветом, ярко-зеленым. Ставим галочку, и текущая выборка отражается в верхней части экрана. При этом все данные, которые связаны с нашей выборкой, они перестроились, все графические объекты, изменили свои представления, поменялись значения. Мы видим, что уже совокупное исполнение бюджета за эти 3 месяца составило 91%. Можно выбрать также один период, например, август, месяц предшествующий отчетному. Здесь имеет место другая ситуация. Мы видим, что центральный датчик показывает нам значение больше 100%. То есть имел место перерасход. Причем мы однозначно сразу можем увидеть, что перерасход был по статье «Капитальный датчик». Превышение составило 14%. При необходимости получить более детальную информацию по статьям либо разделам бюджета, по которым имело место превышение, либо недовыборка серьезной осветки, мы обращаемся к детальной информации, которую, как правило, удобно представлять в виде таблиц, в нашем случае таблицам, с разбивкой бюджета по двум основным разделам. Очевидно, что превышение было по обеим разделам. При желании, такая же таблица, кстати, сделана и в разрезе статей бюджета ОПЕКС, и при желании, при необходимости, такую таблицу можно дополнить полями относительных и абсолютных отклонений. Отслеживать ход выполнения наших бюджетов, нашей закупочной кампании удобно с помощью графика. В нашем примере это две комбинированные диаграммы, где столбцы соответствуют платежам, а линия, соответственно, является бюджетной линией, указывает на выполнение бюджета. Причем данные графики имеют два представления. Это может быть информация накопительна. Насколько у нас освоен наш бюджет, в данном случае, капитальный затрат, начиная с января месяца по текущую дату, 23 сентября. Воспользовавшись специальными переключателями, мы можем изменить наше представление и оценить ход закупочной деятельности предприятия в динамике, то есть посмотреть, как помесячно распределились платежи. Здесь нужно сделать небольшую оговорку. В нашем демо-примере бюджетная линия, красная линия, она строго горизонтальна. Это означает, что мы распределили бюджет для каждого месяца равномерно. Это сделано по средней арифметической, просто для наглядности. Исходя из помесячного исполнения бюджета, выведены два показателя дополнительных. Это средний темп исполнения бюджета. Этот показатель позволяет простроить прогноз исследуемых нами показателей исполнения бюджета. То есть это уже первый шаг к какому-то прогнозу, предвидению дальнейших ситуаций. Рассмотрим конкретный пример. Например, датчик среднего темпа исполнения бюджета ОПЕКС на отчетную дату имеет значение 100%. При этом на текущую дату соответствующий бюджет исполнен на 75%. Такое отклонение позволяет сделать предположение, что имело место неоднократное или существенное превышение в базаре. Чтобы проверить нашу догадку, обратимся к помещению. И мы видим, что в первом квартале в январе явно был перерасход. Мы видим один месяц и посмотрим, какой перерасход был по нему. Итак, в январе запланированные суммы бюджета составляли на 6,5 миллионов рублей, при этом платежей прошло на 130,5 миллионов. Чтобы определить, по каким районам бюджета произошел перерасход, выберем наш месяц. Вернем график и обратимся к таблице. Мы видим, что превышение бюджета составило 30% от запланированных платежей. Уважаемые коллеги, отключите свои микрофоны, пожалуйста. ...был превышен за счет производственной программы, так как сырье относится к самым производственной программе предприятия. При этом нужно оговориться, что данную ситуацию, данный факт трактовать безусловно... Владимир и Ольга. Ну, например, я переведу математику еще, так сказать, а вы... ...данный факт требует... ...эти манерки, вы переведете на математику. ...при необходимости оценить деньги для исполнения бюджета без учета производственной программы. Я, честно говоря, не совсем... ...производственные расходы и снова обратимся к нашему графику платежей. Мы видим, что превышения были, но распределились они совсем по-другому. В первом квартале средства были даже не до выборка бы имело место. Начиная с мая... ...выберем их вместе и посмотрим, как обстояли дела в этом периоде. Мы отобрали тренинг. ...срабатывали деньги. ...выбращаемся к нашей товарице. ...пошли против... ...мелости... ...причем превышения были... ...выбращения были... ...выбращения были... ...наибольшие превышения у нас были по 2 нижним разделам. ...потериалы на ремонт... ...и обслуживающие производство и хозяйство. Если оставить в выборке только 2 этих раздела... ...пожалуйста, будьте любезны. ...и посмотреть их поведение, да, на протяжении всего года... ...давайте развернем. Мы увидим, что начиная со 2 квартала имело место постоянное превышение. Причем вот май, июнь, и даже можно сказать апрель, оно было весьма существенным. ...причины таких превышений... ...запрад, безусловно, могут быть разными. Это могут быть какие-то форс-мажорные обстоятельства, что впрочем является редкостью. Как правило, это какие-то ошибки в планировании, завышении плановых показателей... ...возможно, нерациональная закупка материала по каким-то завышенным ценам и так далее. Для того, чтобы спрогнозировать развитие событий на ближайшую перспективу, чтобы предвидеть, можем мы как-то выйти за наши бюджетные ограничения, либо нет, разработан дашборд номер 2. Он представляет сводку динамики основания бюджета от разделов. Все наши разделы представлены в виде графика, но с функцией прогноза. Графики по интересующим нам разделам, это вот материалы на ремонт и обслуживающие производство и хозяйство, наглядно демонстрируют, что при сохранении тенденций, которые мы выявили раньше, да, систематическое превышение бюджета, годовой бюджет по двум этим разделам может быть превышен. Например, вот мы давайте развернем наши материалы на ремонт, и мы видим, что бюджет, сложен на год, составляет 44 миллионов, а прогноз, который нам простроил клик, по методу скользящей средней составляет уже более 50 миллионов. Причем мы выйдем за рамки бюджета уже где-то в середине октября. Аналогичная аналитика может быть простроена и по платежам АПЕКС. Кроме того, информация о расходовании средств в рамках капитальных затрат может быть представлена в разрезе проектов. У нас эта информация содержится на дашборде номер 3. Здесь мы можем оценить исполнение бюджетов проектов, также накопительно, либо помесячно. Здесь мы видим такой же, как и на первом дашборде, переключатель. Кроме того, здесь выведен рейтинг проектов, что является очень удобным при отслеживании хода выполнения тех же проектов в контроле. Предусмотрен фильтр, позволяющий отобрать те или иные проекты, если мы хотим смотреть только их. Например, давайте возьмем проект номер 6. Итак, в рейтинге остался только он. Мы видим, что на текущую дату расход средств по нему составил 68,5%. При этом очень удобно. Мы видим, по каким месяцам проходили платежи, каковы суммы этих платежей и какое отклонение в целом мы имеем. Контроль прохождения заявочной кампании подразумевает отслеживание таких метрик, как уровень выполнения заявок, число просроченных заявок, их распределение по отделам ответственным. Теперь перейдем на наш четвертый дашборд заявки. Здесь на диаграмме представлена структура и состав заявок предприятия на отчетную дату в разрезе статусов. Отчетной датой по-прежнему является 23 сентября. В качестве статусов вынесены следующие выполненные заявки. Заявки, которые были по тем или иным причинам аннулированы, отклонены. Заявки, находящиеся в проработке и заявки, находящиеся в стадии контрактования, то есть уже в договоре. Кроме того, на наш дашборд в качестве двух KPI мы вынесли два показателя, контроль которых очень важен. Это число просроченных заявок. Мы видим, что на текущую дату их более 10 тысяч. Причем здесь показатель отражается накопительно с начала года. И показатель так называемых наших горящих заявок, срок исполнения которых наступает в ближайший месяц. И их нужно контролировать. И требует максимального контроля. Итак, давайте на примере этого дашборда оценим ключевые метрики выполнения заявок на нашем условном предприятии. Итак, на текущую дату с начала года выполнено 20 622 заявки. Давайте еще раз развернем биограмму. Это наша зеленая часть нашей кольцевой биограммы. 20 622. Или 52, почти 53 процента от их общего числа. Выберем эти заявки. И продолжим исследовать данные дальше. Если мы обратимся к диаграмме так называемой карте дерева, мы можем увидеть, как распределились наши заявки по трем отделам, которые занимаются материально-техническим обеспечением на нашем предприятии. Очевидно, что распределение заявок было неравномерным, распределение выполненных заявок. Отдел номер 3 выполнен более 12 тысяч заявок. Первый отдел 7 тысяч, а третий отдел всего 438. Полагаю, что такое неравномерное распределение выполненных заявок, особенно что касается отдела номер 2, обусловлено в первую очередь структурой, организационной структурой служб, отделов, материально-технического обеспечения данного предприятия. Это самый маленький отдел, который, возможно, занимается заявками в какой-то узкой сфере под какие-то узкие задачи. Распределение выполненных заявок по отделам, группам и ответственным с присвоением им каких-то рейтингов позволяет оценить эффективность работы структурных подразделений, которые занимаются закупками. В данном случае реализован принцип градации степени выполнения заявок по принципу светофора. Красный, желтый, зеленый. В красной группе мы относим подразделения и ответственных уровень выполнения заявок, которых не превышает 80%. Желтая группа – это наши хорошисты. Мы отнесли к ним подразделения с процентом выполнения заявок от 80% до 90%. Как мы видим, второй отдел в пограничной зоне находится, почти отличный. И зеленая группа – это выполнение свыше 90% заявок. Никакой из отделов здесь не попал в зеленую группу. Итак, лидирует отдел номер 2. Он у нас в желтой группе. В таблице реализована функция drill down. Мы можем провалиться на уровень ниже, ниже, ниже. Причем в шапку таблицы вынесена информация, что детализация данных происходит по направлению отдел, группа и ответственные. Ответственные в нашем случае тоже конкретный человек. Итак, мы видим, что в отделе номер 2 работает всего один человек, ответственный номер 45. И да, действительно, у него из 492 заявок, которые возникли вообще с начала года, выполнено 438. То есть у него показатель весьма хороший. Давайте оценим результаты работы отдела номер 3. В отдел номер 3 входит много групп, соответственно, много людей работает в каждой группе. И мы видим, что ни один из них, ни одна из этих групп не попадает даже в желтую категорию. Давайте попробуем выбрать какую-то группу, например, группу номер 4. Что мы видим? В группе работает 4 человека. Причем число заявок у них варьируется от 73 до 117. Это общее число заявок, которое было передано тому или иному ответственному за отчетный период. В данном случае за период с начала года. При этом процент выполненных заявок варьируется от очень низких 7%, даже ниже 7%, до почти 100%. То есть вот у нас есть ответственные 11 и 31, у них очень высокие показатели. 23 и 10 имеют показатели весьма низкие. Давайте выберем сотрудника с низким процентом выполнения, например, 23-го нашего. Посмотрим, как он работал. Итак, мы видим, что с начала года ему было передано в работу 73 заявки. Выполнено им только 20 или 27%. Вернем таблицу. Бизнес-логика построена следующим образом. На данном дашборде, что при выборке какого-либо ответственного все показатели ключевые перестраиваются под текущую выборку. Итак, в данном случае мы видим, развернув нашу кольцевую диаграмму, что у нашего ответственного действительно выполнено 20 заявок. Это 27%. Что интересно, также 20 заявок было у него аннулировано. То есть из переданных в работу 73, 20 он закрыл и 20 у него, по сути, забрали. То есть он одними не работал. Итак, у нас остается 33 заявки, которые делятся на заявки в стадии контрактования в договоре. Их 24. И находящиеся в проработке. Давайте выберем две эти группы и посмотрим данные по ним. Итак, из 33 заявок, находящихся, скажем так, в обработке, в работе, в активной работе у ответственного 23, 26 являются просроченными. Этот показатель уж точно, такие вообще результаты работы точно нельзя считать положительными. Тем не менее, мы хотим получить какую-то дополнительную информацию, что это за заявки вообще, с чем работает этот человек. Для этого создана таблица-контейнер с детализацией информации по заявкам, соответственно. Мы можем выборки производить как в таблице. В данном случае выборка у нас сделана до этого. Продолжим наше исследование. Перейдем во вкладку «Данные заявок». И мы увидим все данные по заявкам, с которыми работает наш товарищ номер 23. Информация содержит данные о номере заявки, ответственном, ну, ответственный, собственно говоря, у нас один, о товароматериальных ценностей, о заявленном количестве, о корректировках каких-то внесенных в заявку. При этом важной информацией является дата критической поставки. Очевидно, что если у нас сейчас 23 сентября, мы даже вот первый взгляд на таблицу, мы видим, что здесь фигурируют заявки с датами поставки апреля, мая, марта и так далее. То есть практически все заявки действительно являются просроченными. Итак, подобные результаты работы сотрудника номер 23 считать положительными никак не приходится. Распределение заявок по отделам, группам, ответственным можно представлять не только в виде таблиц, например, как вот здесь, либо здесь. Не только в виде уже достаточно привычной всем карты дерева, но в виде более современных объектов, таких как, например, диаграмма Сан-Ки. Перейдем на следующий дашбот, он специально сделан для того, чтобы продемонстрировать возможности кликсенс в части визуализации. Здесь содержится информация о распределении заявок по подразделениям, причем существует возможность отобрать их по статусам, по отделам, группам. Есть возможность также выбрать группы товара материальной ценности и ответственного. Давайте рассмотрим, как она работает. Выберем, например, уже известного нам ответственного номер 23. Сначала мы, допустим, хотим рассмотреть блок выполненных заявок. Теперь мы выберем наш третий отдел, нашу четвертую группу и ответственного номер 23. Вот он у нас. И даже не переходя к таблице с детальной информацией в нижней части экрана, мы сразу можем получить информацию о том, с какими группами товаров, с какими категориями он работает. Таким образом, использование биоинструмента кликсенс позволяет оперативно отслеживать прохождение заявочек в компании на предприятии. При этом менеджер может не просто оценить свершившиеся факты, но и исследовать данные, как ему удобно, находить какие-то закономерности, предвидеть возложное развитие ситуации. Например, мы определили на этого, что у ответственного 23 в работе находятся три заявки, срок исполнения которых наступает в ближайший месяц. Тем не менее, практически все свои задания он не выполняет в срок. И здесь напрашивается вывод, что нужно принимать какие-то меры относительно этого сотрудника, выяснить, узнать, может быть, он работает и с теми заявками, которые ему удобно, которые он может исполнять. Возможно, ему не хватает квалификаций, навыков. Либо это просто действительно такой человеческий фактор, особенность человека, и здесь пору задуматься о его служебном соответствии. Кроме того, применительно к трем горящим заявкам, находящимся у него в проработке, здесь стоит обратить также пристальное внимание, вдруг какие-то из этих заявок являются стратегически важными, и, возможно, стоит их перераспределить к какому-то другому человеку. Так, перейдем к нашему третьему, к третьей задаче на сегодня, это контроль остатков товароматериальных ценностей. Вернемся в нашу презентацию. Значит, мы знаем, что одним из основных недостатков работы системы материально-технического обеспечения практически любого предприятия, тем более крупного, промышленного, является образование запасов. Причем виноваты в этом нередко не только снабженцы, но зачастую запасы образуются, потому что заказанные ресурсы не выбираются в рамках текущих производственных программ, строительства, ремонтов и прочее. При этом накопление востребованных запасов однозначно ухудшает показатели оборотного капитала компании, что нередко исчисляется в миллионах неэффективно потраченных рублей. Поэтому так важно контролировать запасы, их стоимость, распределение и сроки использования. Давайте вернемся в наш пример и идем на следующий дашборд. Итак, наш последний дашборд представляет, здесь представлена информация об остатках товара материальных ценностей, по складам, местам хранения, каждое место хранения относится к тому или иному складу, всего на предприятии два склада, центральный склад и склад вспомогательных горючих смазочных материалов, также группам и категориям товара материальных ценностей. При этом все запасы ранжированы по срокам использования, они разнесены по трем группам. Здесь также присутствует три цвета, это мы выбрали зеленый, желтый и красный. К зеленой группе мы относим наши запасы, срок использования которых составляет больше месяца. Мы видим, что их на текущую дату у нас более 635 миллионов. Есть также желтая группа, это запасы, которые должны быть востребованы в ближайший месяц, они пойдут в работу. И наша любимая красная группа, это просроченные, неистребованные остатки. Давайте развернем диаграмму и посмотрим, что мы имеем на отчетную дату по структуре. Итак, на 23 сентября у нас общая стоимость запасов составляет порядка 740 миллионов рублей. При этом они распределились следующим образом. Порядка 83% составляют наши зеленые запасы, желтая группа около 7% и просроченные, неистребованные остатки составляют 9,5% от общей стоимости, что представляет собой в денежном выражении 72 миллиона. То есть наши красные, неистребованные остатки больше даже желтых. То есть сумма просроченных остатков весьма большая. Давайте выберем их и посмотрим, как они распределились по складам. Так, очевидно, что распределились они плюс-минус равномерно. На первом складе это 40 миллионов, на втором это порядка 32 миллионов. Также мы можем оценить распределение неистребованных, ну, любой категории остатков по местам хранения. В данном случае названия мест хранения обезличены. Конечно, с конкретными названиями было бы интереснее. Причем здесь выведен рейтинг по мере убывания, можно прокрутить и посмотреть. Например, меньше всего или вообще отсутствует в каких-то местах хранения, вообще отсутствуют просроченные остатки. Где-то их стоимость вообще минимальна, там 2500 рублей, 10 тысяч рублей. Ну, вот, начиная, наверное, где-то с места хранения номер 62, 99 тысяч, они нарастают. И вот у нас в лидерах, в антилидерах, да, место номер 22, где хранится неистребованных запасов на 12 миллионов. Также можно рассмотреть, оценить, как распределились наши неистребованные остатки по группам товаро-материальных ценностей и категориям. В данном случае это не розница, поэтому здесь верхним уровнем является группа, конкретно для данного кейса. А потом уже мы можем провалиться в категорию. Развернем нашу карту Делева. Мы увидим, да, вот, значит, в группу ТМЦ-1 и ТМЦ-2, они делятся по категориям. Можем выбрать интересующую нас, например, вот эту. Провалиться ниже, посмотреть. Допустим, вот нас интересует категория ТМЦ-8 на 4 миллиона 200 тысяч с лишним. Свернуть и увидеть, где хранятся они, каким складам относятся. Но здесь самой важной информацией, безусловно, является сумма остатков по заказчикам. По ним также выведен рейтинг, отслеживание результатов которого в динамике позволяет выявить подразделения, которые систематически завышают количество заказываемых товаро-материальных ценностей. В данном случае, по интересующей нас категории ТМЦ, да, основные заказчики, вот наши 3, можно сказать, 4 каких-то подразделения. Простроив такие диаграммы за какие-то периоды времени, мы можем действительно вычислить наших антилидеров, подразделения, которые, скажем так, грешат тем, что заказывают, страхуются, заказывают всегда больше и не выбирают. Итак, коллеги, предлагаю подвести некоторые итоги. Прошу задавать вопросы в чате. В рамках сегодняшней встречи на основе аналитической платформы ClickSense мы рассмотрели некоторые возможности ее использования в управлении закупками. При этом мы посмотрели, как может быть использован данный инструмент для оперативного контроля использования бюджетов в разрезе капитальных операционных затряг, как можно с помощью инструмента ClickSense найти какие-то узкие места и своевременно отреагировать на те или иные отклонения. Мы рассмотрели примеры, как можно организовать мониторинг прохождения заявочных компаний на предприятии, например, прохождение заявок по статусам, какие-то показатели уровня выполнения заявок в разрезе ответственных заказчиков. Мы рассмотрели пример, как можно организовать дашборд таких верхнеуровневых показателей для контроля остатков товара материальных ценностей с целью их иммунизации. Мы использовали приложение, разработанное на платформе ClickSense. Данный инструмент является продуктом класса BI, обладает весьма дружелюбным интерфейсом, простым использованием. Вообще, внедрение ClickSense позволяет обеспечить оперативный доступ пользователей к единой, скажем так, версии правды, к единой версии данных. Позволяет также снизить риски ошибок при принятии управленческих решений, стандартизировать форматы корпоративной управленческой отчетности за счет применения каких-то визуальных компонентов платформы. И, безусловно, уникальной особенностью ClickSense является возможность исследования данных с помощью технологии ассоциативных связей, что подразумевает полную свободу исследователя. То есть, ClickSense не содержит каких-либо линейных предопределенных алгоритмов. Наверное, у меня на сегодня все. Я жду ваших вопросов. Можно что-то посмотреть повторно. Если есть какие-то уточнения, я прошу не стесняться задавать. Так, Николай, как правильно читать диаграмму с потоками? Наверное, вы имеете в виду диаграмму санки. Так, отлично. Хороший вопрос. Сейчас вернемся к ней. Так, давайте я разверну на весь экран. Да, специфическая достаточно визуализация. Она популярна на Западе. Их рекомендуют использовать для визуализации процессов каких-то перетекания чего-то во что-то, перераспределения. Например, в левой части мы видим, в левой части по цветам разнесены наши заявки в разрезе основных статусов. Давайте вспомним, какие у нас статусы в нашем кейсе. Ну, аннулированные сюда не взяты. У нас есть выполненные заявки. Вот они, делененькие. У нас есть заявки в договоре. Показываю на них. У нас есть заявки про работу. Вот они. Итак, мы выбираем, мы ориентируемся на цвет и выбираем тот статус заявок, который мы хотим отследить. Посмотреть, как шло его распределение. Допустим, в стадии контрактования мы просто щелкаем на эту зону, на эту область. Она выделяется. Мы фиксируем нашу выборку с помощью галочки. Теперь в левой части экрана у нас отражается наша выборка. Это все заявки, которые уже находятся в договоре. Мы можем себя контролировать здесь. Мы выбрали верно. А в правой части отражается их распределение по отделам. Это верхний уровень распределения. Мы видим отдел номер один и отдел номер три. Мы можем проверить себя. Если много информации, мы всегда можно заметить. Допустим, мы помним, у нас есть еще отдел номер два. Да, отдел номер два есть. Он подсвечен белым. Значит, в него тоже пошли заявки, которые есть в договоре. Но для этого нам нужно, наверное, развернуть диаграмму, чтобы увидеть уже их. Да, вот эта группа в самом низу находится. Она не очень заметна. Выбрав ее, мы можем провалиться в интересующую уже нас группу. Можно отобрать ее здесь и увидеть, что в самой маленькой группе находится в договоре одна, всего лишь одна заявочка. То есть отдел номер два, группа номер тринадцать, одна заявка. Покажу еще раз. Выбираем цвет сначала. Мы отписываем, да, проработки, допустим. И в правой части у нас есть уже распределение. Николай, конечно, в чистом виде такие диаграммы для представления таких сложных процессов, или даже не сложных, но процессов, которые содержат много данных, никогда не оставляют в аналитических приложениях, всегда дополняют таблицей. То есть более развернутая детальная информация, как правило, выносится в таблицу. И также предусмотрены, как мы видели, фильтры, когда мы не можем что-то очень мелкое, что просто порой сложно выбрать здесь, но всегда можем выбрать в фильтре. Коллеги, еще какие-то вопросы, уточнения? Если есть какие-то уточнения и нет времени писать в чат, прошу обратить внимание на электронную почту. Можно написать запрос. Это моя почта. Обязательно ответим. Спасибо вам. Всем спасибо. Всем до свидания. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...